Здравствуйте, это «Голос Америки», и вы слушаете наш ежедневный новостной подкаст «Украина – самое важное», в котором мы знакомим вас с главными новостями о войне в Украине, а также рассказываем о том, как мир реагирует на происходящее. Меня зовут Данила Гальпирович. А я Алексей Горбачёв. В этом выпуске мы расскажем вам о событиях 796-го дня войны и главных новостях понедельника, 29 апреля. Главком вооружённых сил Украины говорит о тактических успехах российских войск в Донецкой области. Зеленский и Столтенберг обсудили создание спецфонда НАТО для Украины на 100 миллиардов евро. Financial Times сообщает, что оставшиеся в России европейские банки перевели в российский бюджет почти миллиард евро налогов в 2023 году. Сначала обо всём по порядку. Начнём, как всегда, с военной сводки. Тревожные новости приходят из Одессы. Данила, что там происходит? По Одессе был нанесён ракетный удар, и об этом сообщил глава областной военной администрации Олег Кипер. Сначала сообщалось о восьми пострадавших. Также потом появилась информация, что как минимум двое погибших. Как написал Олег Кипер в Телеграме, два человека и собака. Среди пострадавших, тех восьми, о которых уже говорилось выше, 12-летний мальчик. Судя по кадрам, которые одесситы публикуют в соцсетях, в результате обстрелов возник пожар во дворце студентов Одесской юридической академии. Это такое очень интересное здание. Местные жители называют его замком Гарри Поттера. Ну и есть вообще повреждения жилых домов и гражданской инфраструктуры. На месте сейчас работают спасатели. Кроме того, за прошедшие сутки, по данным Генштаба ВСУ, под артиллерийским огнем было более 120 населенных пунктов Черниговской, Сумской, Харьковской, Луганской, Донецкой, Запорожской, Днепропетровской, Херсонской и Николаевской областей. В результате действий России постоянно гибнут мирные жители. Сегодня днем был убит житель села Кизамыс в Белозерской общине Херсонской области. Там же ранение получил 37-летний мужчина. Еще один мужчина был ранен во время российской атаки на Запорожский район Запорожской области. Отметим, что в течение суток россияне 346 раз ударили только по Запорожской области. Это данные местных властей. Кроме того, Россия нанесла удары по Киевскому району Харькова. В результате ранения получила женщина. Ну а в ночь на понедельник и утром понедельника Россия совершила 6 обстрелов приграничных территорий и населенных пунктов Сумской области. Обстрелам подверглись Краснопольская и Исманская община, сообщили местные власти. Кроме того, из-за боевых действий около 200 тысяч потребителей в Украине остаются без электричества. В частности, речь идет об отключениях энергии в Днепропетровской, Донецкой, Запорожской, Николаевской, Харьковской и Херсонской областях. Ситуация на фронте продолжает оставаться напряженной. Об этом можно судить потому, что за прошедшие сутки произошло 131 боевое столкновение. Наиболее активно Россия атакует на Авдеевском и Бахмутском направлениях. Кроме того, атаки идут на Лиманском, Купинском, Новопавловском, Ореховском и Херсонском направлениях. В целом Россия нанесла один ракетный 82 авиационных удара и совершила 108. Обстрелов из реактивных систем залпового огня Минобороны России сообщила о взятии под контроль села Семеновка в Донецкой области. Кроме того, российские военные утверждают, что подразделения армии РФ заняли более выгодные рубежи и нанесли поражение украинским силам в районных населенных пунктах Григоровка, Красногоровка и Константиновка в Донецкой области, Синьковка в Харьковской области и Червоная Деброва в Луганской области. Сообщается, что поселок Очеретина в Донецкой области также захвачен российской армией. Но надо сказать, что, конечно, мы не можем верифицировать сообщения воюющих сторон. При этом про Очеретина мы довольно подробно рассказывали совсем недавно. По материалам русской службы Би-Би-Си мы говорили об этом. Там был анализ, почему это место было таким важным и почему украинским силам не удалось его удержать. Кроме названных Алексеем населенных пунктов, еще российские войска сообщали, что они также захватили Новобахмутовку в Донецкой области или, как они это называют, Донецкая народная республика. Понятно, что наступление России развивается. И сейчас все задаются вопросом, насколько, в принципе, отодвигающиеся на более западные позиции вооруженные силы Украины смогут все-таки это наступление и сдерживать. Главнокомандующий вооруженными силами Украины Александр Сырский опубликовал в своем телеграм-канале большой пост, в котором рассказывал об обострении ситуации на фронте и о том, что российские войска действительно достигли некоторых тактических успехов. В частности, в своем посте Сырский сообщал, что наиболее сложная ситуация для вооруженных сил Украины сложилась на направлениях в Донецкой области. Собственно, это около Очеретина, которая находится к северо-западу от Авдеевки, тоже взятой российскими войсками. И также на Кураховском направлении, собственно, очень много новых бригад Россия там задействовала. В Очеретина мы рассказывали, что происходила смена личного состава украинских вооруженных сил в то время, как этот населенный пункт атаковали и заняли россияне на прошлой неделе. Ну и в целом, как говорит Сырский, на этих направлениях противник достиг определенных тактических успехов, но оперативного преимущества получить не смог. Заявление Сырского прокомментировал и Американский институт изучения войны, который цитирует BBC. Собственно, выводы похожи на те, что привел Сырский. Аналитики американские говорят, что Россия, вероятно, добьется значительных тактических успехов в ближайшей неделе, но вряд ли сможет прорвать украинскую оборону. В частности, среди населенных пунктов, где Россия может добиться оперативных успехов, называется Часов Яр. Однако подчеркивается, что сейчас Россия тратит значительные силы как раз-таки на прорыв около Очеретина, о чем ты, Данил, рассказал, в то же время американские аналитики подчеркивают, что там достижение таких тактических задач намного менее реально. Ну и кроме того, когда Киев комментирует ситуацию вокруг Часово Яра, военные говорят, что ситуация там обострилась, но она по-прежнему остается контролируемой. Во всяком случае, именно это говорит спикер группы войск Хортица Назар Волошин. Мы его уже цитировали несколько раз. Он говорит, что в настоящее время в городе Часов Яра российских войск нет. На окраинах были попытки россиян обойти город около сел Ивановска и Богдановка. Ну и российская армия, по его словам, имеет целью взять город в тиски и обойти его по кругу, но все попытки эти подавляются подразделениями вооруженных сил Украины. Хотя, конечно же, очень много обстрелов идет Часово Яра, и, как и многие другие украинские города, этот населенный пункт во многом состоит только из руин. В этих населенных пунктах, а также в городах, обстреливаемых российской авиацией и теми дронами иранскими, которые находятся на вооружении российских войск, массово гибнут мирные жители, и об этом свидетельствует очередной отчет разведки Великобритании. Я напомню, что Минобороны Великобритании каждый день публикуют разведывательный обзор. И вот в сегодняшнем его выпуске британцы обратили внимание на то, что в марте в Украине возросло число погибших гражданских в результате российской агрессии, в результате российских ударов. В этом обзоре приводятся данные мониторинговой миссии ООН по правам человека в Украине, согласно которой в марте этого года были убиты или ранены 604 гражданских лица, что на 20% больше, чем в предыдущем месяце. И эти смерти связаны с ракетными ударами и воздушными ударами по всей Украине, усилением обстрелов на передовой. И в отчете отмечается усиление скоординированных ударов по украинской критической инфраструктуре. Да, мы регулярно рассказывали о том, как Россия возобновила обстрелы всех крупных городов Украины, то есть Киев, Харьков, Одесса, и целенаправленно уничтожает там, в частности, объекты энергетики. По сообщениям обзора Минобороны Великобритании было убито 57 детей, это только март этого года. И при этом сообщается, что всего с 24 февраля 2022 года в Украине погибли либо пострадали 31 366 гражданских лиц, 10 810 погибших и более 20 500 раненых, но это очень, конечно же, консервативные оценки, потому что, когда ООН их публикует, а британские разведчики потом перепущивают эти данные, понятно, что речь идет только о полностью установленных случаях. Эти обстрелы, о которых ты, Данил, рассказал, Россия активизировала на фоне истощения поставок западных вооружений в Украину, и как раз эту тему генсек НАТО, который приехал в Киев с необъявленным визитом, обсуждал с президентом Украины Владимиром Зеленским, там очень много они всего обсудили, из главного это то, что генсек НАТО пригласил Зеленского на саммит Альянса в Вашингтоне, в то же время Столтенберг прямо сказал, что хотя место Украины в НАТО и однажды страна станет его членом, он заметил, что не стоит рассчитывать, что в Вашингтоне Украина получит приглашение в Альянс, в то же время в Вашингтоне будет обсуждаться идея о создании спецфонда Альянса объемом 100 миллиардов евро, этот фонд будет создан для поддержки украинской обороны сроком на 5 лет, сейчас детали функционирования такого фонда Украина будет обсуждать с НАТО, в частности об этом, как пишет украинская правда, Зеленский заявил после встречи с генсеком НАТО в Киеве, финансировать этот фонд будут страны-члены НАТО, ну и детали все будут обсуждаться как раз таки в Вашингтоне. Кроме того, Зеленский подчеркнул, что ситуация на фронте напрямую зависит от скорости поставок боеприпасов в Украину, он подчеркнул, что американское оружие уже начинает вступать в Украину, но пока в небольших количествах и призвал ускорить этот процесс, он добавил, что российская сторона сейчас пытается воспользоваться этой ситуацией, ну а Столтенберг, в свою очередь, добавил, что страны-члены Альянса в последние месяцы не выполнили свои обещания о поставках Украине, но теперь поток оружия и боеприпасов увеличится. Столтенберг также добавил, что Германия согласилась предоставить Украине новую систему ПВО «Патриот», а Нидерланды увеличили помощь Киеву. Он сказал, что ожидает и других новых обязательств. Глава НАТО заметил, что российские войска заплатили высокую цену за незначительные территориальные приобретения, и Украина еще может переломить ситуацию на фронте. Он добавил, что Украине еще не поздно одержать победу, но именно поэтому так важно, чтобы союзники по НАТО сейчас действительно делали то, что обещали, и чтобы эти обязательства, которые взяли на себя союзники НАТО, превратились в реальные поставки оружия и боеприпасов Украине. Ян Столтенберг сегодня разговаривал не только с Владимиром Зеленским, но также он еще и выступил в Верховной Раде Украины, и это очень было существенное выступление, его прерывали аплодисментами несколько раз. Он сказал, что будущее Украины в НАТО, и Украина станет членом НАТО. Он сказал, что пока не может спрогнозировать, когда именно это произойдет, но такой день наступит, и важно, чтобы на момент такой политической готовности союзников она уже была готова к членству. Кроме того, на пресс-конференции, которую провел Столтенберг после всех своих переговоров с властями Украины, он сказал, что приоритетным для НАТО сейчас являются вопросы передачи Украине батарей Патриот. Вот ты уже сказал о некоторых новых обещаниях, но Столтенберг также сказал, что считает важным ремонт уже имеющихся у Украины систем ПВО. Также есть довольно серьезные проблемы с поставкой ракет для систем ПВО. Это все-таки разные вещи, пусковые установки и, собственно, сами боеприпасы. Ну и кроме того, Столтенберг сказал, что Украине нужны не только Патриот, но и другие системы. Например, на Самс требуется эшелонированная система ПВО. Подытожил Столтенберг свои рассуждения о нужности противовоздушной обороны для Украины. Сейчас очевидно, что это же будет обсуждаться и в Брюсселе 16 мая, где соберется военный комитет НАТО на уровне начальников штабов стран НАТО. Об этом сегодня объявила пресс-служба Североатлантического альянса. Они на первом заседании встретятся со своим украинским коллегой в формате Совета НАТО Украина. Там, скорее всего, будет как раз Сырский, и генсек НАТО также будет принимать участие в этом первом заседании. А на второй сессии Верховный Главнокомандующий Объединенными Вооруженными Силами НАТО в Европе, это генерал армии США Кристофер Коволи, проинформирует начальников генштабов о реализации и осуществимости планов сдерживания обороны, которые были приняты в прошлом году на вильнюсском саммите НАТО в июле прошлого года. В общем, довольно много сейчас идет высказываний о том, как быстро и зачем нужно помогать Украине. В частности, например, экс-министр Вооруженных сил Великобритании Джеймс Хиппи предупреждает, что поражение Украины от России будет стоить Западу триллионы долларов в новой холодной войне. Газета The Telegraph выпустила комментарий Джеймса Хиппи, где он говорит, что нужно больше пакетов помощи, подобных тем, что объявили на прошлой неделе. А я напомню, что Риши Сонак, премьер-министр Британии, заявил буквально недавно, что Лондон окажет Киеву поддержку на полмиллиарда фунтов стерлингов. Ну и Джеймс Хиппи считает, что Украина должна выиграть за безопасность во всем Севиатлантическом регионе. Соответственно, он тоже, как и Столтенберг, считает, что Украина может переломить ход этой войны и даже победить россиян до 2025 или до 2026 года. В общем, он считает, что бои будут жестокими, но в этом году на фронте вряд ли произойдут значительные территориальные изменения. Многие аналитики подчеркивают, что поддержка Украины – это прежде всего для Европы и поддержка собственной безопасности. Дело в том, что война, которую Россия ведет против Украины, она в частности затронула безопасность гражданской авиации в Евросоюзе. Как сообщает газета Financial Times, министры иностранных дел Эстонии, Латвии и Литвы предупредили о возросшей угрозе авиационных катастроф из-за того, что подавляется работа спутниковой навигационной системы GPS в районе Балтийского моря. В МИДе Литвы охарактеризовали ситуацию в Балтийском регионе, вблизи российских границ, как слишком опасную, чтобы ее игнорировать. В эстонском внешнеполитическом ведомстве подчеркнули, что происходящее с GPS – это часть враждебных действий России, гибридная атака, которая представляет угрозу безопасности Эстонии. Ну а в Латвии подчеркнули, что страны Балтии уже контактируют с коллегами из других государств по этому вопросу. В частности, от 25 и 26 апреля два самолета финской авиакомпании «Финэр», которые направлялись из Хельсински в эстонский город Тарту, были вынуждены вернуться в аэропорт из-за сбоев в работе GPS. Но это лишь частный случай, а вообще, по оценкам экспертов, за последние месяцы из-за помех GPS пострадали десятки тысяч гражданских рейсов. Помехи затронули всех пользователей навигационной системы в районе Балтийского моря, а также затруднили передачу сигналов, используемых судами. Но опрошенные Financial Times эксперты полагают, что глушить сигналы GPS можно с помощью относительно дешевого оборудования. Ни одна страна не взяла на себя ответственность за вмешательство в работу GPS. Кремль на запрос журналистов о комментарии не ответил. Однако эксперты полагают, что вмешиваясь в работу GPS, Россия пытается защитить Калининград от возможных атак украинских беспилотников. Надо сказать, что о помехах работы GPS и вообще навигационного оборудования сообщали как раз британские медиа первыми, когда из Европы обратно на Британские острова летел министр обороны Великобритании. Тогда это было замечено. С тех пор эта тема и ее освещение только нарастали. Фактически сейчас работа всех российских ведомств, и военных, и даже дипломатических, направлена на подрыв Запада. Это следует из недавно опубликованного газетой «Вашингтон-Пост» документы примерно годичной давности коллегии МИД Российской Федерации, где, собственно, открыто говорится следующее. «Важно наладить механизм выявления уязвимых точек внешней и внутренней политики», имеется в виду стран Запада, «с прицелом на выработку практических шагов по ослаблению противников России». То есть даже в дипломатическом ведомстве уже год назад ставились задачи, очень близкие к тому, какие задачи ставят себе обычные спецслужбы, а отнюдь не дипломаты. Об этом документе МИДа и о том, что он означает для внешнеполитического позиционирования Москвы, я поговорил с автором публикации «Вашингтон-Пост» и, собственно, с журналисткой, которая получила этот документ. Это Кэтрин Белтон. Она автор книги «Люди Путина», одной из самых лучших книг на английском языке про окружение нынешнего российского лидера. Ну и она же добыла этот документ от Европейского разведывательного ведомства. Она говорит, что фактически целеполагание в этом документе – это подрыв Запада на всех направлениях. Кроме того, обязательное достижение какого-либо успеха в том, что Россия называет своей специальной военной операцией, то есть в агрессии против Украины. Мою беседу с Кэтрин Белтон вы можете прочесть на сайте Русской службы «Голоса Америки». Она опубликована отдельным интервью. Но вот этой победой в так называемое СВО, о котором говорится в этом документе МИДа, Россия вполне может не достичь, если американские и европейские страны объединят свои усилия по помощи Украине. Возвращаясь к теме поставок ПВО, министр обороны Испании Маргарита Роблес на этих выходных заявила, что Мадрид поставит Украине ракеты для Петриот. Она выступала на встрече контактной группы «Рамштайн», и об этом также говорится на сайте Испанского министерства обороны. Ракеты, как она сказала, прибудут на базу материально-технического снабжения в течение четырех дней. Но сами комплексы, скорее всего, Испания не сможет поставлять. Но еще раньше мы говорили о том, что как раз есть проблема, ее отметил Столтенберг, в снабжении боеприпасами зенитно-ракетных комплексов. Вот в этом как раз Испания и помогает Украине. На фоне проблем с поставками западных боеприпасов появляются все новые свидетельства того, что экономика России адаптировалась к санкциям, и этому помогает в том числе и то, что не все западные компании, в частности, западные финансовые учреждения, ушли из России после начала войны. И вот в новом материале Financial Times сообщает, что в 2023 году оставшиеся в России европейские банки заплатили в федеральный бюджет более 800 миллионов евро налогов. Это в четыре раза больше, чем в довоенном. В 2021 году в материале подчеркивается, что речь идет о семи финансовых учреждениях. Это германский коммерцбанк и Deutsche Bank, австрийский Райфайзенбанк, итальянский Юникредит и Интеса Сан-Паула, нидерландский ING и венгерский OTP. Лидером по уплате налогов в российский бюджет в 2023 году стал Райфайзенбанк. На его долю приходится более половины всей суммы уплаченных налогов. Мы уже неоднократно рассказывали в наших подкастах, что такого лидерства банк добился за счет самого большого присутствия в России среди иностранных кредиторов. Выросла также значительно и прибыль Райфайзенбанка в России. Как подчеркивает Financial Times, вот эти семь указанных европейских банков получили в России прибыль в размере 3 миллиардов евро. Опять же, что в три раза больше суммы, полученные этими финучреждениями в довоенном 2021 году. При этом часть этой прибыли составили средства, которые они не смогли вывезти из России. Ну и, как подчеркивает издание, иностранные кредиторы, оставшиеся в России, выиграли не только от более высоких процентных ставок, но и от санкций в отношении российских банков, поскольку такие меры лишили их конкурентного доступа к международным платежным системам и повысили привлекательных западных банков для клиентов в России. Действительно, Райфайзенбанк продолжает оставаться в центре и расследований западных журналистов, и скандалов, связанных с тем, что от властей Австрии и власти Евросоюза, в частности, требуют как-то повлиять на Райфайзенбанк. Совсем недавно были найдены документы, свидетельствующие о том, что российское отделение Райфайзенбанка объявляет набор чуть ли не на 2000 новых рабочих мест, что означает, что никакие планы по сворачиванию деятельности, о которых Райфайзен объявлял, в России у него не происходит. Он эти планы не выполняет, а действует ровно наоборот. Ну и в заключение нашего подкаста новости о репрессиях в России. ОВД-Инфо передает, что в Москве силовики составили протокол на жителя города Станислава Нетесова, протокол по стандартной статье о дискредитации российской армии, а нестандартная это причина. Дело в том, что протокол составили из-за волос, которые окрашены в голубой, желтый и зеленый цвета. При этом Нетесов пришел в отдел полиции сам. В воскресенье, вчера, он хотел подать заявление о краже. Накануне на него напали неизвестные и украли телефон. Но помимо заявления о краже, полицейские также составили на мужчину вот этот самый протокол. Силовики подчеркнули, что прическа мужчины символизирует Украину. Кроме того, у Нетесова сняли отпечатки пальцев, вручили ему повестку в военкомат и добавили, что его заставят целовать родную землю в окопах. Ранее Медиазон написала, что в российские суды с начала марта 2022 года по конец марта этого года поступило почти 10 тысяч административных протоколов о так называемой дискредитации российской армии. Мы будем продолжать рассказывать вам обо всех этих случаях, когда российское государство, прикрываясь войной, и преследуют граждан за самые разные по мнению этого самого государства провинности. А сегодняшний выпуск подкаста «Украина. Самое важное» подошел к концу. Его для вас подготовили Алексей Горбачев и Данила Гальпирович. Над выпуском также работал звукорежиссер Александр Зимуха. Пожалуйста, слушайте нас на платформах Apple и Google, на канале Эхо и напрямую с сайта «Голоса Америки», где это возможно. Большое вам спасибо за внимание. До встречи завтра. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok